не грохнулась ой и тут тоже хрустит простите друзья дорогие добрый вечер это это вечерний чай со мной правда он сегодня не традиционно он не дома и и в общем вот так случилось это на самом деле вечерний чай я просто здесь засиделась на работе у меня масса всяких всевозможных документации в начале года все нужно сдать все и нагрузки или и расписание и все все и планы разные и вот я тут засиделась после уроков у меня их и 10 и 11 бывает в день и я решила немножечко мне осталось чуть-чуть доделать я решила здесь задержаться попить чайку наливайте тоже присаживайтесь поговорим сегодня с вами на тему на интересную я думаю я попью чайку с вами пообщаюсь и продолжим работать над документами тема очень интересная я думаю что она касается очень многих я обещала осветить ее одной девушке напишу потом ее имя я дома где-то я записывала сейчас не вспомню потому что вопрос был задан в мае дело в том что она закончила тоже могу ошибиться по моему она закончила филологический факультет университета а пошла работать в издательство нет 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 пошла работать корреспондентом пошла работать в газету по моему правильно сказал в общем не по своему диплому не по своей специальности так получилось что ей предложили работу корреспондент именно корреспонденте очень хорошо вот это помню журнал либо в газету и вот у нас спрашивает как вы относитесь наталья викторовна вот во первых спросил попросила помощи конкретно тезисно с чего и начать на что и обратить внимание хотя я не отношусь к этой профессии я не заканчивала факультет журналистики и в связи с этим я бы хотела поделиться чем я имею образование первое музыкальное я дирижер по специальности я не работаю то есть у меня нет коллектива которым бы я руководила конкретного вот коллектива с которым бы я готовила программу выступала ездила получала какие-то титулы то есть вот выращивала коллектив и сама себя как специалиста как дирижера диплом у меня 1 2 диплом я режиссер театрализованных праздников я постоянно работаю но это все эпизодически то есть постоянной работы как таковой чтобы я где-то находилась на точке на как ну допустим возьмем дворец культуры где я когда-то работала заведующие отделами организм заведующие досуговым отделом вот так звучала моя должность и где я проводила все мероприятия но тогда у меня еще не было второго диплома но я работала по этой специальности а потом уже поняла что мне не хватает теоретических знаний пошла учиться получать этот второй диплом но я работала и успешно работала нарабатывала эту практику то есть когда человеку вот я убеждаюсь в этом вот и из раза в раз из года в год все больше и больше когда человек приходит на работу ему предлагают работу не по специальности но у него есть к этому способности ему дано это делать хорошо делать и он начинает трудиться и в результате руководство им довольно у него хорошие то есть хорошее продвижение идет по службе данной специальности но у самого человека я всегда за то чтобы человек не не показывал то что он не знает либо не умеет нужно как-то уходить от этого я имею ввиду сказать что я не умею или я этого не знаю это очень хорошо это говорит о том что вы сильный человек я всегда говорила так вы знаете я не знаю этого но я сегодня же изучу эту тему и завтра и мы с вами сможем пообщаться на эту тему в частности со студентами так я же не могу все знать мне вдруг где-то какой-то вопрос задают не то что не по теме а он возник как-то в результате какой-то тем темы в частности речь идет о неологизмах я не успеваю за за сегодняшними вот этими темпами сейчас сыплет сплошь и рядом неологизмами а я молодежи лучше меня подковано в этом отношении и я бы вы знаете я не знаю я посмотрю я посмотрю я уточню я ознакомлюсь я сразу же пишу себе на планшет я посмотрю на следующий день мы встречаемся начинаем обсуждать эту тему я уже подковано мне не стыдно если я чего-то не знаю но вот когда вы пришли на работу только-только-только вы пришли вы еще молодой специалист и представьте себе да такая ситуация что вам задает редактор для этом или кто-то на работе у девушки она филолог она прикрою и замечательная грамма грамотный человек замечательная речь то есть поставлена она может хорошо говорить но ей нужно писать ей же нужно писать писать статьи ну мы так подробно не разговаривали но я так представляю работу корреспондент она же должна написать даже если она выйдет но если брать работу корреспондентом на телеведине где работал мой сын когда вообще никакого у него еще образования не было он еще не 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 закончил даже не начинал а уже работал на телевидении и вёл репортажи но язык подвешен прекрасная способность коммуникативной вот этой речи его взяли он работал он ушел оттуда потому что очень мало платили а так как он такой же как я ненормальный трудоголик он говорит мама что-то я сильно устал не не знание отдыха и совсем это никак не выражается финансовым так бы хоть поддерживающим он ушел оттуда так вот если это надо написать написать оформить оформить эту статью на тему на которую которую тебе дал редактор тебе нужно ее осветить и в первую очередь это все заключается в том чтобы было очень лаконично очень коротко вот для статей для каких-то репортажей вот я сижу сейчас с вами могу ля-ля-ля-ля могу значит тут и чай пики ля лякать то есть у меня на ютюбе неограниченное время то есть на поначалу когда я начинала канал у меня было только 20 минут то есть там ограничение было первое первые мои сюжеты потом значит зависимости от того что канал востребован его смотрят там автоматически после какого-то я не не замечала он в общем друг бах и значит у меня 30 минут я поняла просто по логике что через какое-то время в зависимости от частых просмотров там или еще что не увеличивается время то есть я сейчас могу полтора часа и два часа выкладывать сюжеты но это не говорит о том конечно что должна все это размазать сейчас все но я имею ввиду что здесь я как бы сама себе хозяйка что хочу то говорю а телевизионный эфир если говорить о такой работе упала господи прилетела что что-то извините и либо это статья в журналы либо в газету когда это должно быть в одиннадцать строчек ты должна вложить вот такую тему вот здесь способность изложения очень краткого изложения вот такой широчайший темы это конечно сложно и когда вам дает редактор такое задание и вдруг вы понимаете вот он говорит у тебя 11 строк вот такая тема пожалуйста к завтрашнему дню мне это сам сможешь и задает вопрос сможешь если у вас вот даже понимаете вы чувствуете там внутри ой как мне это сложно да в одиннадцать строчек да такая тема да я этого не делала еще ля 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 ни видом не подавать ни в коем случае не вслух озвучить вы знаете для меня это сложно конечно я сделаю вот такой должен быть ответ вы только начинаете работать вы пришли вас проверяют вас смотрят вас филологическое образование но вас нет журнал значит образование профессиональных навыков журналистике вот так правильно сказать профессиональных навыков у вас нет вы этому не обучается нужно совершенно разные вещи писать грамотно говорить грамотно знать то другое все но а здесь нужно совершенно другое здесь нужно уметь это делать и вы конечно вы все равно должны сказать конечно вот я сижу сейчас пишу письма готовлюсь конкурсу и ко многим обращаюсь с просьбой где я понимаете вот из такого написанного материала это пишу 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 а потом начинаю убирать 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 то есть это это вода это все это тут мала намылила намылила то есть нужно все суть вот самую главную суть обращение в связи из чем чего взамен дам спасибо все потому что никто ничего вот так вот ну не будет он эти опусы читать нужно очень лаконична грамотное но это с опытом это с опытом сейчас это уже поменьше сейчас это уже совсем и потом уже есть клише, то есть я все свои наработки, все, что я когда-то писала, я все это храню, и я с удовольствием, я вот, допустим, вот иногда надо что-то написать, коротенько, ищу в сетях, не нахожу, нет, то ли люди просто не делятся этим, то ли считают, может быть и поделились бы, может быть считают, что это, на кому это надо, а я бы с удовольствием взяла бы какую-нибудь там заготовку, там есть какие-то образцы, понимаете, но я ничего ни разу для себя не нашла нужного, все время сижу, пишу сама, потому что это столько времени занимает, и вот я девушке, самое главное, что я ей посоветовала, это, во-первых, никогда не давать работодателю понятие, что вы чего-то не умеете, чего-то вы не знаете, вы всегда сможете научиться, всегда, очень быстро, если захотите, то здесь, конечно, от характера очень многое зависит, а если это размазывать все, или там мямлить, там, или еще что-то, ну работодатель, как правило, сейчас берут же, ну там, кто два месяца срок, кто месяц, то вообще на две недели может написать, и сразу видно, по человеку способен он, будет он работать или нет, ну а то, что вы можете, и я перед вами сижу, пример того, что работать можно, не имея узкого такого специального образования, а потом нарабатывать в результате практики, заниматься самообразованием, но если дано, коммуникативность речи присутствует, харизма есть, вы общительный человек, вы грамотный человек, вы обладаете, сейчас, господи, слово опять забыла, интеллект, о, у вас широчайший интеллект, вы сможете освещать эти события, то, другое, пятое, десятое, вы сможете сами предлагать темы, вы сможете как-то все это объединять, даже может быть интереснее, чем вам редактор предложит, там, тему какую-то, и здесь, конечно, как потопаешь по принципу, как потопаешь, так и полопаешь, потому что журналистика это такая вещь, нужно откапывать материалы, нужно очень быть, так сказать, впереди планеты всей идти, чтобы успеть быть интересным, востребованным, и читаемым, скажут, о, что это она сегодня там написала нам, давайте-ка мы почитаем, что за новость такая интересная, то есть это чисто новостейные дела, политика, о культуре сейчас вообще мало чего пишут, как бы все это, дети, образование тоже не особо, скандалы, желтая пресса, вот это мы завсегда, пожалуйста. Я летом, мне Анжела Шведова, наш друг, она посоветовала, как-то не спала, и я говорю, Анжела, вы что так не спите? Она говорит, ой, Наташа, мы смотрим «Карточный домик» с супругом, не оторвать, просто не оторвать, какой сериал потрясающий, интересный. Посмотри, говорит, тебе понравится, мне просто понравится. Я вообще рекомендую, ну, очень тяжелый фильм для понимания, очень многие вещи, ну, не каждому дону понять, и очень нужно точно и четко отслеживать все, то есть вот от первой серии, потом это, может, где-то в пятой, в десятой, то, о чем говорилось там, и то, что там было сделано, и то, для чего это было сделано, подтекстом, каким это все там было, все это потом где-то, потом в будущем выйдет наружу, и это будет понятно, почему, для чего, зачем и как. И мне было, конечно, очень интересно смотреть, потому что я эти подтексты слышу, вижу, чувствую, то есть я это сразу же... И потом проверяла себя, думаю, а, точно, вот оно, точно, это так интересно, но страшный фильм, страшный фильм в плане того, что вообще само понимание вот этой политики, как мы живем и что творится, только что выборы закончились, это все туда же, это все туда же. Я вам просто рекомендую, особенно тем, кто в журналистике работать, вот в частности девушке, я это тоже посоветовала, посмотрите этот фильм. Ох, он вам на многие вещи откроет глаза. Ну и вообще всем, кому интересны, вот такие длинные, но сложные, но совершенно захватывающие, интереснейшие сериалы, посмотрите. Вы не потеряете время. Вы много приобретете, много поймете. Многие вещи. Ну вот так вот я чайку попила, немножечко с вами пообщалась, сейчас вот доделаю все и пойду домой. Ну а вам всего доброго, не знаю, что-то я как-то бросалась туда-сюда, может быть, даже и не ответила. Работайте, если вам дано, ну работайте на любой. Я бы с удовольствием пошла, и продавцом бы работать, я бы смогла. И я все время хотела в телефонистке там пойти, там когда мне там как-то нахамили, говорю, вот я вот буду телефонистка, такой классный, буду с людьми общаться, все. То есть здесь в первую очередь нужно работать над речью над своей, над способностью говорить. А так как у нас сейчас все на кнопочках, все на компьютере, все как бы, все за нас уже ответили, все за нас уже заэсэмэсили, вот что страшно. То есть у нас коммуникативность речи пропадает, мы уже не способны общаться, а это ужасно. А то, как вы мыслите, так как вы бы разговаривали, вы выкладываете на бумагу, потом в статью, либо вы выходите на экран. Ну, есть очень хорошая поговорка, вы сейчас, ну, язык когда где-то у нас не там, где нужно, нам великолепный дал. Творятся чудеса. Подтекст какой, да? Вот что мне делать, убирать это. Говорите, говорите, общайтесь, тренируйте свою речь. Ведь диплом, профессиональный диплом, это еще не говорит о том, что вы овладели профессией. Может быть, диплом один, а работать вы можете совершенно по другой специальности. Вы одарены, вам дано свыше, и у вас прекрасно получается. Нормальный работодатель, он всегда обратит на это внимание, и ему нужен результат, не бумажка, что вы там профессионально получили какие-то навыки, но у вас их нет. Вы там профилонили, 4-5 лет учились. Ну, не хватает у вас там каких-то знаний. Но вы здесь прекрасно, прекрасно срабатываете. Есть результаты, это замечательно. Другое дело, что сейчас в связи со стандартами, не бумажки нужно проверять у нас, а работу нашу нужно проверять. Приходить на уроки и смотреть, как мы трудимся. Что мы делаем? Ведь вы доверяете самое святое преподавателям, учителям, своих детей. А это будущее государства. И чему мы там их научим? Вот что надо проверять, как мы работаем. Сейчас понаделали этих стандартов, и на них, на эти стандарты равняются. Ну, что вот это вот за такое, за придумки, за эти? Для меня самый главный стандарт. Это дар, который дан человеку свыше. И никакие стандарты, которые писаны там в министерствах у нас, вот все это, это ничто.